Привет, дорогие друзья! В этом видеоролике хочу поговорить с вами о чем-то позитивном. Буду немного щуриться, потому что солнце в лицо, если перекручу объектив наоборот, будет, скажем так, не очень красиво. Поговорим о пенсиях. Я думаю, друзья, многие из вас, скажем так, знают, у вас есть родственники, либо те люди, которые старшего возраста смотрят меня, и я думаю, вам это будет интересно. Какой закон приняли? Его уже подписал Зеленский, он уже существует по поводу улучшения ситуации вообще по пенсиям. Что у нас будет улучшено? Значит, первое, что я хочу заметить по поводу индексации, то есть пересчета пенсии. Пересчет. Вы же знаете, постоянно идет на этом спекуляция, постоянно какие-то идут моменты, скажем так, ну, какие-то недобросовестные. И решили, что вот этот перерасчет, вот эту индексацию будут раз в год делать, будут делать ее 1 марта. Будут брать, значит, два критерия для того, чтобы индексировать пенсию. Первый – это средняя заработная плата, то есть средняя вообще по Украине она растет, то, соответственно, пенсия будет расти. И второй критерий – это индекс инфляции. То есть инфляция, понятно, что у нас она разгоняется и все такое. И, соответственно, будет определенная индексация, будет определенный пересчет по пенсии. Это будет каждый год, вне зависимости ни от каких-то бюджетных программ, ни от каких-то там вопросов, что кто-то кого-то, скажем так, шантажирует. Говорит, вот мы, правильно я заметил в статье, я читал, к выборам там что-то поднимем, еще что-то поднимем и так далее. Такого не будет, все это будет происходить, скажем так, более-менее в таком нормальном режиме раз в год. Зеленский уже это подписал. И второй момент по поводу досрочного выхода на пенсию. Что у нас с досрочным вообще выходом на пенсию? Если, к примеру, так случилось, что человека увольняют, его предприятие либо сокращают, его есть, попадает под сокращение, либо второе, его предприятие банкротится, закрывается, но все равно как, ликвидируется, то есть человек тоже остается без ничего. Естественно, понятно, что человек в возрасте, не хотят его брать на работу, соответственно, и, естественно, как бы, что делать, с чего жить, непонятно, пенсию не насчитывают. И тут, соответственно, если такая ситуация, то где-то за эти вот полтора года, если это происходит, то человек имеет право на досрочную пенсию по возрасту. Но, честно, хочу сказать, здесь есть минус небольшой, попробую порассуждать, как юрист. Такое бывает крайне редко. Обычно людей как-то заставляют увольняться, заставляют уходить с работы, на то есть говорят, давай по-хорошему, давай там напиши заявление, а то мы тебя по статье уволим, и все, как говорится, пойдешь себе гулять. Ну, тут, как говорится, надо смотреть. Ситуация, ну, все равно, скажем так, они что-то там в Верховной Раде, либо еще где пытаются, скажем так, сделать, пытаются улучшить, пытаются что-то поменять к лучшему. Вот эти два главные момента, о которых я хотел поговорить по поводу пенсии. Поэтому, если видосик вам понравился, знаете, что делать, пальцы вверх поставьте. И на канал не забудьте подписаться, и будут вам какие-то, все-таки я постараюсь, более-менее хорошие, позитивные новости, потому что все эти обстрелы ракетами, которые нам Путин сюда, высокоточные ракеты, которые почему-то попадают сюда по жилым домам, надоело об этом говорить, не хочу говорить о плохом, хочу поговорить с вами о чем-то хорошем. Все, всем всего самого наилучшего, пока-пока, и до новых встреч.